Глава 6, подзаголовок 5. Все войны начинаются из состояния мира. Генри Киссинджер. Но отношения между безопасностью и миром часто изображают наоборот, обычно только когда речь идет об Израиле. Некоторые постоянно говорят нам, что настоящая безопасность – это «мир» в кавычках, то есть достижение договорного мира между нами и нашими соседями. Никто не думает, например, сказать Кувейту, что его безопасность зависит от подписания мирных соглашений с Ираком. Такие договора были у Кувейта, и оказалось, что они не стоят той бумаги, на которой написаны. С того момента, как Ирак подумал, что может поглотить Кувейт войной и принуждением, все иракские договора и обязательства стали для Кувейта бесполезны. Тем не менее, некоторые люди смешивают мир между демократиями с миром сдерживания и говорят Израилю, что он должен пойти на далеко идущие риски безопасности «ради мира» в кавычках. В конце концов, говорят они нам, это настоящая безопасность. Нет лучшей иллюстрации, чем это, к поговорке «поставить телегу впереди лошади». Но, как указывалось выше, мир, которого можно достичь перед лицом диктатуры на Ближнем Востоке, зависит в первую очередь от безопасности, а не наоборот. Например, формальный мир между Израилем и Сирией, который включает мирные договоры и посольства, сам по себе ничего не гарантирует и уж тем более безопасности. Такой мир может быть нарушен вскоре после его подписания, если он не согласован с основным условием, которым является сдерживание Сирии от возобновления войны. Например, в течение семи из восьми лет были посольства Ирана в Багдаде и Ирака в Тегеране и ужасная война, которую они вели между собой. Более того, пакт о ненападении, подписанный в то время с Адамом Хусейном и Шахом, никогда официально не отменялся. Уже Генри Киссингер заметил, что все войны начинаются с состояния мира. Это заявление имеет особенное значение в отношении Ближнего Востока, история которого изобилует договорами о дружбе и мире между арабскими государствами и Западом и между самими арабами, ни один из которых не был выполнен и не предотвратил никаких войн. В конце 20 века нет реальной причины продолжать смешивать два типа мира. Это особенно верно в отношении еврейского народа, который пострадал больше, чем любой другой народ, из-за неспособности демократий увидеть это фундаментальное различие. Перед лицом нацистской Германии Запад создал «мир демократий» и получил мировую войну, худшую в истории, катастрофу, которая потребовала самой ужасной цены во всей истории страданий. В то время как перед лицом Советского Союза державы неизмеримо более сильной, чем гитлеровская Германия, Запад осуществлял «мир с позицией силы», за что удостоился отметить 50-летие отсутствия глобальной войны. Для тех, кто не хочет использовать философию Канта для обсуждения этого вопроса, я рекомендую простую замену. Например, вы можете открыть словарь со статьей «Мир», как я недавно сделал это в новом английском словаре, где мир определяется двумя способами. Первое. Состояние согласия между народами и группами. Второе. Ситуация, в которой нет войны. Для обоих типов мира нет более подходящего определения. Мир между демократиями – это состояние согласия между народами и группами, основанное на общих культурных ценностях, а уверенность сторон в его осуществлении основана на этом ценностном партнерстве. В то время как мир против тирании – это мир сдерживания, состояние, в котором не происходит война, но нет в нем и гармонии, и из него не следует никакая безопасность, кроме безопасности, основанной на сдерживании агрессора. Это единственно возможный мир на данный момент между Израилем и арабами, вооруженный и осторожный мир, в котором Израиль сохраняет достаточную степень силы, чтобы сдержать возобновление войны арабской стороной. Ведь даже истинные мирные намерения сегодня могут измениться завтра из-за ограничений по времени или смены правителей и государств, подписавших с нами мирные договоры. Мы не должны путать мир, основанный на сдерживании с «гармоничным» миром, существующим между демократическими странами, в котором компонент безопасности незначителен, поскольку это смешение приведет нас непосредственно к новой войне. Поэтому утверждение, что истинная безопасность — это мир, — ничто иное, как бессмысленное заявление. Это также опасное заявление, потому что оно вводит в заблуждение израильскую общественность, говоря, что истинный мир с арабами может быть достигнут путем далеко идущих уступок, в то время как в действительности эти уступки оставят Израиль без безопасности и мира. Типичный способ исказить основной аргумент, который я здесь привожу, — это сказать, что я верю, что мир возможен только между демократическими странами, и поэтому нельзя заключать мир с арабами, пока они не осуществили демократических революций. Любой, кто внимательно прочитал эту главу, знает, что это ерунда, призванная отвлечь слушателя от вывода о том, что существует возможность мира, который не предполагает опасных уступок со стороны Израиля, мира, который опирается на постоянное сдерживание со стороны Израиля, основанное на его непревзойденной мощи. На практике мы уже добились прогресса в такой ситуации, и мирное соглашение с Иорданией, и политические соглашения, разрабатываемые с Марокко, Оманом и другими странами, являются официальным выражением этого прогресса. Правители этих стран в течение многих лет сотрудничали с Израилем за кулисами. Партнерство, которое возникло из пересекающихся интересов и из-за общих врагов. Но само собой разумеется, что эти отношения не были бы налажены со слабым Израилем. Действительно, они получили реальный импульс после шестидневной войны, которая устранила любые сомнения в военном превосходстве Израиля. Продолжение следует...